Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Тесла вчера ушла вниз на несколько процентов, но это связано с тем, что они объявили, что будут уменьшать производство в третьем квартале этого года. В общем, в этом видео посмотрим на биткоин, на эфириум, на Тесла, но если по Тесла они не успеют, то тогда сделаю обзор в следующем видосе. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, присоединяйтесь к моему бесплатному телеграмму, где уже около 9000 трейдеров, смотрите мои видосы, напомните, что это не финансовый совет, вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Я просто показываю то, что я делаю на рынке со своими деньгами, а торгую я уже больше 20 лет, у меня есть курсы по криптотрейдингу. Ну а прямо сейчас давайте перейдем на графики по биткоу. Технический анализ я делаю на TradingView и на своих курсах я объясняю, как им пользоваться. Amazon плюс 1,9%, Meta плюс 1,27%, Apple плюс 0,71%, Bitcoin 29,880 ушел под 30 тысяч долларов, и это, конечно, нехорошо. Вы видите, что биткоин движется внутри большого восходящего канала, и также на графике можно увидеть бычий флаг, в котором сидит биткоин. Криптогурубот дает сигнал на покупку на дневном таймфрейме, и этот бычий флаг вы очень хорошо сейчас можете увидеть на графике. А эту желтую пунктирную линию я проставил еще в начале прошлого месяца, и вроде как биткоин следует этой ценовой траектории, но пока что зашел в боковик. Но биткоин все еще в бычьем флаге, и по идее должны выходить вверх из этой фигуры. И если такое происходит, то биткоин должен уйти на отметку 35 тысяч долларов. Стохастик на дневном таймфрейме находится в перепроданности, на четырехчасовом идет к перекупленности. Вчера биткоин опускался вниз. Та торговая идея, которую я давал еще раньше, она активировалась. А вот торговой идеи из прошлого видео нет. Не опускался туда биткоин. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Но кое-что мне в любом случае не нравится. Не может биткоин пройти это сопротивление, и это нехорошо. В любом случае, пока что биткоин сидит в довольно узком диапазоне. Сидит уже месяц примерно. Верхняя граница 31 тысяча, а нижняя 29 тысяч. Ходит в этом горизонтальном канале. Давайте, может быть, посмотрим на объемы. Но торговые объемы неплохие на биткоине. Криптогуру бот дает сигнал на покупку. Что на недельном? На недельном биткоин индикатор бот дает сигнал на продажу. Давал сигнал на покупку, но теперь перевернулся в продажу. Но, может быть, и прав биткоин индикатор бот. Потому что, действительно, мы видим, что не может пройти сопротивление биткоин. Но посмотрим. Давайте подумаем, где можно было бы зайти в сделку. Мне кажется, наиболее оптимальный вариант – зайти от нижней границы этого горизонтального канала. От уровня поддержки. Не забываем, конечно, о стоп-лоссе. Больших рисков на себя брать не будем. Ну и тейт профит тянем на верхнюю границу большого восходящего канала. На 40 тысяч 500 долларов. Соотношение риск-прибыль получается 42.93. Давайте подвинем чуть влево, для того, чтобы понять, в следующий раз активировалась или нет эта торговая идея. В общем, цена открытия 29.377. Стоп-лосс на 29.079. И тейт профит на 40 тысяч 575 долларов. Риск 298 долларов. И заработать можно 11 тысяч 198 долларов. Это если вы торгуете без плеча. Если торгуете с 10-м плечом, вы заработаете 111 тысяч долларов. Прекрасно. С биткоином разобрались. Идем на эфириум. На эфире тоже бычий флаг. На 4-часовом. Криптогуру-бот. Какой дает сигнал? Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Ссылка в описании под видео, под номером 1. Криптогуру-бот дает сигнал на покупку. Биткоин-индикатор-бот. Что показывает? На недельном. На недельном дает сигнал на покупку. Вчера я давал торговую идею зайти в лонг на эфире. Эта торговая идея активировалась. Но что там произошло дальше? Цена открытия была 1895. Стоп-лосс на 1880 долларов. В итоге эфир таки подхватил этот ордер. Но тут вопрос, закрылась ли эта сделка по стоп-лоссу. Тут надо смотреть внимательно. Какая была минимальная цена в этой свече? 1880 долларов. Уже и на центы тут надо смотреть. 1880-55. Здесь слева отображаются эти значения. Где у меня стоял стоп-лосс на 1880 и 53 цента. То есть всего 2 цента разницы. Еще бы на 2 цента ниже, и сделка закрылась бы по стоп-лоссу. Но эфириум уже отскочил от этих значений, прошел немного выше. Тем не менее, еще не в профите. Стохастик находится в перепроданности. Но что делать с этой торговой идеей? Если кто-то вчера зашел. Потому что она пока что в минусе. На несколько процентов. Но это вопрос, конечно. Я бы, наверное, закрылся все-таки в минус по этой сделке. Если вы в нее залетели. Хотя нет, я бы не закрывался. Не закрывайтесь. Давайте внимательно еще раз посмотрим на график. Подвинем вот эту трендовую линию. На самом деле эфириум близко уже к этой трендовой линии. Может быть, будет сейчас отталкиваться. Я бы оставил эту торговую идею. Посмотрим, как будет дальше. Ну а следующая торговая идея вот такая. От этого уровня можно зайти под трендовой линией. Но если вы уже все-таки стоите в сделке по моей вчерашней торговой идее, может быть, имеет смысл просто опустить стоп-лосс. Сюда его протащить на этот уровень поддержки. Даже еще ниже на 1839 долларов. В общем, такая новая торговая идея. Зайти в лонг на эфире на 1871 доллар. Стоп-лосс на 1839. Тейк-профит на 2643 доллара. Соотношение риск-прибыль 2376. Риск 32 доллара. И заработать можно 771 доллар. Это в расчете на один эфириум. Прошлись по эфиру. Ну и я думаю, что остается время на Тесла. Давайте посмотрим на Тесла. Прошла Тесла немного вниз. На самом деле, выходила Тесла вверх из бычьего флага. Но затем откатилась вниз. Но, тем не менее, бычий флаг на Тесла, я считаю, все еще остается актуальным. Хорошие торговые объемы. Можем посмотреть на финансовые показатели по Теслам. Прибыль на акцию 91 цент. Ожидание 80 центов. То есть выше на 11 центов. 13,72%. И полученная прибыль 24,92 миллиарда. Ожидаемая 24,22 миллиарда. То есть больше ожидаемой на 2,91%. Но даже на этих хороших новостях Тесла ушла немного вниз. Потому что они объявили о том, что будут немного сокращать производство. Но с точки зрения технического анализа, Тесла находится на уровне сопротивления. Другой вопрос, где хороший момент для входа в Тесла. Я думаю, что он находится вот на этих двух уровнях. 252 доллара и 263 доллара. Но я покупал Тесла на самом дне. И теперь мы можем посмотреть, насколько вверх уже прошла Тесла. 160-170%. А на пике было почти 200%. 194. А теперь немного ниже. Но тем не менее, 165% это тоже неплохая прибыль. Но если вы хотите прикупить Тесла, то еще более безопасный вариант это сделать. Находится вот здесь, ниже. На отметке 212 долларов. Спасибо, что посмотрели это видео. Прошлись по биткоинам, по эфиру, по Тесла. И хочу показать вам твит, который я сделал 15 февраля этого года. Я тогда говорил о том, что на фондовом рынке формируется W. Цели 13.213 и 14.079. Где мы тогда находились? На отметке 11.943. И через 4 месяца произошло все ровно так, как я и предсказывал. Теперь уровень сопротивления находится на отметке 14.353. Но я думаю, что мы пройдем до 14.933. Прежде чем идем на коррекцию, а затем отправимся еще выше. И теперь напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. 1. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. 2. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 3. Присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. Там уже около 9 тысяч трейдеров. И многие из этих трейдеров зарабатывают очень хорошую прибыль. Это моя прибыль, 5 тысяч долларов. Тут 47.500. А вот это подписчики. Плюс 2419 долларов. Спасибо за твою честность, Джеймс. Даже в тех случаях, когда ты торгуешь в минус. Это снова прибыль подписчиков моего телеграмма. Это тоже очень интересная табличка. Периоды, когда нужно делать деньги. Согласно этой таблице, 2019 год был не самым удачным моментом для инвестиций. 2019 обозначен как год паники. А следующий такой год будет в 2035. Внизу удачный момент для покупки. И 2023 год как раз такой. Спасибо, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. В следующем видео снова посмотрим на NASDAQ. А также пройдемся по биткоину и XRP. Всем хорошего дня. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok